Почему изменяют женщины в браке? Давайте посмотрим. Определились уже с мужскими изменами. Что по женщинам? По женщинам все гораздо проще. Женщина изменяет из мести. Как правило, причем многие мужчины считают, что женщины изменяют, потому что они шлюхи и какие-то нимфоманки, да? Но гораздо реже. Это очень маленький процент, когда женщина там в браке или в серьезных отношениях, и она вот просто, потому что она какая-то там блядская натура, она начинает изменять. Нет. Обычно у женщины накапливается, накапливается, накапливается из мести, она идет изменять. Она очень долго это все продумывает, пытается исправить. Два ключевых фактора. Женщина изменяет, когда перестает мужчину уважать. Перестает она его уважать тогда, когда он не дает ей безопасности. Все. Все очень просто. Моральная, материальная какая-либо безопасность. Женщина всегда остается верна, если она уважает мужчину и чувствует себя в безопасности. Все. А это два фактора взаимосвязанные. Если они теряются, что она начинает делать? Сначала она пытается что-то исправить, изменить, кричать. Давай поговорим, да? Согласны? Напишите в комментариях, как вот у вас это все. Ведь женщина, она пытается постоянно как-то исправить ситуацию. Если ситуация не исправляется, ей приходится идти в план Б. Но, что самое интересное, так как у мужчин врожденная самооценка, она выше. Когда изменяет мужчина, женщина берет на себя вину. А что я делаю не так? Может быть, я не так одета? Может быть, я не довдохновила его? Когда мужчина узнает, что женщина изменяет, независимо от того, давал он эту безопасность, не давал, она все равно для него шлюха. Понимаете? Вот настолько разница самооценок. План Б. Это, скорее, не план Б надо назвать, а план хуй. Ну, ребята, всем здорово, осадочно садят. Ну, так вот нелепо это все слушать, да? Вот просто серьезный разговор, да? Типа, почему ты, почему она изменила, да? Я тебя любила, я тебе чувствовала такие великие чувства, да? Вот ты давал мне безопасность, давал финансовую независимость, да? Ну, все было так классно. А потом это все пропало. И ты понимаешь, просто от отчаяния, исключительно от отчаяния, я не знала, что мне делать. И мне пришлось насадиться на 27-сантиметровый член возгена. Понимаешь, чтоб аж до пупка пробрало. Ты понимаешь, что это была просто необходимость? Ты понимаешь, что он меня пердолил в жопу, потому что, ну, вот так надо было? Я не отдавала отчет себе, это ты виноват? Ты усадил меня на член возгена, ты понимаешь? Еще и за плечи взял меня и туда-сюда, туда-сюда, туда-сюда. Это ты виноват, понимаешь? Ты не давал мне безопасности. Господи, ребят. Вы понимаете, кто бы у женщины ни случилось, за все виноват мужчина. Ты понимаешь? В рот взяла, виноват мужчина. Попу, я извиняюсь, дала, виноват мужчина. Наличико и брызнули семенем, да. Ты, сука, опять виноват? Это ты меня заставил, понимаешь? Ребята, а ветерина скажет, да, это я виноват. На тебе, сука, по рогам сам себе. Ну, как-то так. Ребята, а ветерина скажет, да, это я виноват. Ребята, а ветерина скажет, да, это я виноват. Ребята, а ветерина скажет, да, это я виноват. Ребята, а ветерина скажет, да, это я виноват.